Вебинар на запись. Добрый день, коллеги уважаемые. Мы начинаем наш вебинар. Вебинар отдела апробации методического сопровождения компании мобильное и электронное образование. Меня зовут Беркович Ольга Александровна. Я являюсь методистом отдела апробации методического сопровождения, членом Общероссийско-профессиональной психотерапевтической лиги, специальным психологом. Также я являюсь вашей коллегой. То есть я по первому образованию учитель информатики английского языка. И сегодня у нас очень интересная тема. Тема использования цифровых образовательных ресурсов для подготовки детей к школе на основе образовательной платформы «Мобильное и электронное образование». Коллеги, запись вебинара ведется. Вам ничего не нужно ставить на запись. Итак, мы с вами будем сегодня говорить о детях современных, о дошкольниках, о сути и смыслах подготовки к школе с использованием образовательных платформ, в частности мобильного и электронного образования. И вебинар наш будет строиться так. Сначала мы посмотрим презентацию, увидим скриншоты контента, затем я перейду к обзору системы предметной и отключу презентацию, вам будет видна непосредственно система. В конце вебинара я попрошу вас не отключаться, потому что будет очень важная информация для коллег, для вас по курсам повышения квалификации, поскольку мобильное и электронное образование также сейчас занимается курсами повышения квалификации в рамках национальных проектов образования и в частности федерального проекта «Учитель будущего». Поэтому там займет у вас буквально пять минут эта информация, но она будет крайне важна для вас. Также хочу сказать, что презентации, которые вы видите, недоступны для скачивания, вы их сможете скачать и использовать в своей работе. Итак, что же мы будем обсуждать сегодня с вами? Конечно же, дети современные, они совсем не те дети, которые были 10-15 лет назад. И дети, которые приходят в детский сад, это как раз дети поколения Z, так называемого, цифровые дети, их еще называют. Дети, рожденные в период 2003 года и до 2023, это все дети поколения Z, Digital Native, их еще называют. Марк Прэнский, это известный психолог, как раз занимающийся вопросами образования, цифрового образования. И одно из следующих поколений, после поколения Z, это поколение Альфа. То есть, опять же, дети, рожденные в цифровом мире, быстро растущие, быстро развивающиеся, дети гении, их по-другому называют. И действительно, ребенок в 5-6 лет уже сейчас самостоятельно пользуется интернетом, выполняет несколько задач одновременно. Могу даже сказать, что это даже раньше происходит, поскольку я по своему младшему сыну могу это видеть, которому еще даже трех нет. Он свободно загружает контент, он свободно выходит на YouTube, даже осуществляет голосовой поиск, хотя еще плохо говорит, пытается нажать кнопку и осуществить голосовой поиск. И с другой стороны, это дети, которые обладают проблемами и фобиями, зависимостями различными, экранными, с элфизмом мы часто, может быть, слышали это описание в литературе, Инстаграм-мышление, клиповое мышление. Если, коллеги, вы меня поддерживаете, вы отвечайте тоже в чат и задавайте вопросы, поскольку мне важно обратную связь иметь. Я думаю, согласны вы со мной? Если согласны, то что-нибудь, пожалуйста, ответьте. То есть действительно концентрация внимания у таких детей низкая, они расторможены, они быстро переключаются, быстро теряют интерес, гиперактивные, да, то есть мы часто говорим, что ребенок гипервозбудимый, гиперактивный и рассеянный, с повышенной рассеянностью, с низкой концентрацией внимания. И здесь можно долго обсуждать этот момент, но этот момент, он присущ нашему миру, на самом деле, просто эти дети действительно родились в таком мире, в бешеном, в быстром, в темповом, в гибридном, по-разному называют мир сегодняшний. И даже мы с вами, мы с вами тоже ведь живем в таком мире, да, то есть мы постоянно находимся в цифре, в цифрах присутствуют в нашем жизни, цифровое пространство. Мы покупаем в интернете, осуществляем заказы, аптеки, магазины, одежда, оплачиваем банковскими переводами, карточкой, да, онлайн-оплатой. Это все цифровой мир, который нас постоянно окружает. И я не знаю, как вы, но я когда просыпаюсь, да, утром, с утра я делаю кофе и отсматриваю новостную ленту. Новостную ленту я смотрю чаще всего в соцсетях. То есть мы настолько привязаны к этой ситуации, что мы даже не представляем своей жизни в... Если ребенок не соответствует данному описанию, сейчас отвечу на вопрос, то мы не представляем, да, своей жизни без цифровых вот этих всех гаджетов и различных цифрового пространства. Вы спрашиваете, если ребенок не соответствует описанию, то он не принадлежит к этому поколению? Нет, теория поколений, она никак не связана с описанием, это общие характеристики. Конечно, ребенок может частично соответствовать, да, но это описание, придуманное, как раз разработанное Нилом Хаку, то есть это различные периоды жизни, различные ситуации в мире, да, ситуации в образовании, в различных средах, говорят нам о том, какие дети, какие люди рождаются и живут в рамках этой теории. Вот о чем здесь речь идет. Конечно, полностью, возможно, нет такого, что это прям вот эталон какой-то, да. Так, конечно, поскольку изменился мир, то изменили современные образовательные вызовы, современные образовательные траектории. Здесь нам очень важно говорить о национальном проекте образования, очень важно говорить о федеральных проектах, таких как цифровая образовательная среда, организация такой среды повсеместно, и к 2024 году цифровая образовательная среда должна быть организована во всех образовательных учреждениях Российской Федерации. И, конечно, федеральный проект «Учитель будущего», что также важно для нас. Стратегии развития России. Здесь я не буду останавливаться на этом слайде, вы сможете скачать и посмотреть все федеральные законы, федеральные проекты, различные другие законодательные акты, на которые мы ссылаемся в процессе, так сказать, обсуждения новой политики образовательной. И здесь о чем следует еще сказать? Конечно же, сейчас президент в своем послании еще в 2018 году, 1 марта, федеральному собранию, отметил, что нужно переходить на новые формы индивидуального обучения, технологии обучения новыми формами. И с ранних лет прививать детям готовность к творческим, готовность к изменениям, прежде всего, к творчеству, к поиску, к работе в команде, к навыкам жизни в современном мире и к навыкам жизни в современную цифровую эпоху. Очень важно, на самом деле, дети, наверное, вы со мной согласитесь, на сегодняшний день не совсем обладают навыками командной работы, то есть не совсем умеют и готовы к общению в команде. Это больше все-таки индивидуалисты. Согласитесь со мной? И, конечно, федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, которым сегодня я... Почему на него ориентируюсь? Потому что все-таки у меня больше аудитория, у меня сегодня дошкольники, очень их люблю. Очень я... Был период в жизни, что я работала в институте развития образования, достаточно длительный период, и у меня были разные категории слушателей, разные... С разными педагогами я общалась, очень люблю педагогов-дошкольников, педагогов начальной школы и доп. образования, поскольку, как я говорю, это люди, которые ближе всего к детям находятся, да. Ближе всего. И как раз федеральный государственный образовательный стандарт нацеливает нас на обеспечение детям радостного полноценного проживания всех периодов детства, дошкольного, как уникального периода формирования личности ребенка. То есть вот это, наверное, основа, что мы не просто формируем какие-то навыки у ребенка, да, а мы формируем его личность прежде всего и помогаем ему в социализации, помогаем развивать так называемые мягкие, да, гибкие, еще называют навыки 21 века. Это, наверное, основное, о чем следует говорить. И современный дошкольник, это тоже не совсем простой, так скажем, дошкольник и младший школьник. Его мышление и сознание меняются. Сознание становится системно-смысловым. И раньше мы как называли деток, которые дошкольники? Может быть, кто-нибудь мне в чате напишет. Раньше таких детей мы называли «почемучки». А сейчас у таких деток уже доминирующим вопросом является вопрос «зачем?». То есть как раз преобладает системно-смысловое сознание. И уже в три года дети способны ориентироваться на результат своей деятельности. Они уже четко знают, чего они хотят. То есть он еще плохо разговаривает, но уже очень хорошо знает, что он хочет. И на сегодняшний день юных пользователей количество увеличилось в два с половиной раза за последние три года. То есть пользователь сети имеется в виду. И действительно дети сами ищут новое, находят какой-то новый курс. И даже появилось такое понятие, может быть, в литературе его встречали онлайн, оффлайн-социализация. То есть оффлайн-социализация – это когда мы с вами общаемся просто, да, то есть где-то на улице или в кафе, или просто тет-а-тет. А онлайн-социализация – это общение в социальных сетях, это интернет, просто общение в форумы и так далее. И онлайн-социализация уже даже у младших школьников преобладает над оффлайн-социализацией. Работа и коммуникация – все осуществляется через интернет, через дистанционные технологии, через цифровое образовательное пространство. И, конечно же, мы хотим современного дошкольника видеть прежде всего активным, любознательным, самостоятельным, инициативным, то есть таким веселым, озорным исследователем. Но, чтобы таким быть, соответственно, нужно изменить и систему. То есть детский сад меняется. Конечно же, остаются определенные вещи, которые всегда будут в детском саду, и в школе, и везде. Это вера в личный успех ребенка, это принятие себя и других, это активное отношение к миру. Но появляется единая информационно-образовательная, интерактивная, развивающая среда. И, конечно же, внедряются инновационные, цифровые, педагогические технологии. И здесь очень важно выбрать правильный образовательный вектор, то есть формировать правильную образовательную интерактивную среду. Когда мы говорим о мобильном электронном образовании, мы как раз говорим о тех преимуществах, которые вы видите на слайде, на некоторых я остановлюсь. Прежде всего, это, конечно, соблюдение требований в гос. дошкольного образования. Это, конечно же, безопасный контент, поскольку на сегодняшний день это очень актуально, когда некоторые компании, некоторые ресурсы грешат распространением данных о детях. Здесь такого не происходит, поскольку каждый ребенок и каждый педагог имеет свой личный логин и пароль. И, соответственно, никакой утечки информации не происходит. Конечно же, преемственность, конечно же, межпредметность. Все курсы мобильного электронного образования преемственны, взаимосвязаны между собой. Конечно же, интересная интерактивность. То есть, если мы говорим о дошкольном образовании, то огромная база различных видео, роликов, различных игр. И, конечно же, это методическая и техническая поддержка вас, педагогов. Собственно говоря, отдел «Спровождение» наш только тем будет заниматься и занимается, чтобы поддерживать вас, отвечать на ваши вопросы, предметные вопросы. И техническая поддержка – это техническая служба наша, к которой тоже можете обращаться, если вдруг возникают какие-то трудности с подключением. Ну и, конечно же, возможность работы со средой любыми пользователями – детям, родителям, воспитателям, методистам. О чем здесь идет речь? На самом деле, мы привыкли, что часто так бывает, что может работать с каким-то пособием, так скажем, только учитель или воспитатель. Здесь же нет. Среда абсолютно сонастроена с всеми потребностями и родителей, и ученика, и прежде всего педагога, который создает индивидуальную траекторию развития ребенка. Мы далее с вами посмотрим очень подробно. Сначала я покажу принтскрины, а потом выйдем в систему. Возможность активного участия в жизни дошкольника, семейные проекты. Ну, здесь тоже это все не просто слова. Уже с средней, насколько я знаю, группы, задается проект проектной работы детям. То есть мы выполняли со своим ребенком у меня и с младшим, и со старшим я выполняла различные задания, проекты. И здесь, конечно, всегда возникали трудности, где найти информацию. Конечно же, ты бежишь в интернет, начинаешь искать, и порой наталкиваешься на разного вида ненужную информацию, в том числе, если это ребенок самостоятельно ищет дальше в школе, то, соответственно, тоже возникают большие проблемы с поиском, и с ответами, с поисковым запросом бывает трудно составить ребенку. А здесь нет. Здесь все при тебе, как говорится. Ты можешь выйти в любой момент, найти любую информацию касательно предмета, касательно предметной области и использовать ее для разработки проекта, для общения таким вот образом. Ну и, конечно же, возможность использовать ресурс совместно с ребенком вне детского сада, поскольку нам бывает очень хочется с детьми дать ему какую-то развивающую игру. Бывает такое, родители хотят дать ребенку что-то развивающее, что-то интересное, начинают также искать это в интернете, но не находят или находят не то, что нужно. Здесь же вы можете использовать игровые мультики, вы можете смотреть видеоматериалы, различные стихи учить и так далее, для того, чтобы взаимодействовать с ребенком вне детского сада. И ребенку будет интересно и вам удобно и познавательно. Особенности содержания также мобильного и электронного образования, прежде всего, это системно организованная программа, состоящая из 36 тем и 180 занятий. Меня спрашивают часто, подскажите, есть ли у вас ОМК. Конкретного ОМК здесь нет. Здесь вы берете, здесь есть тематические разделы, и вы берете тематический раздел и уже встраиваете в свой ОМК. И очень многие организации работают именно так, то есть находят раздел, который им интересен, и уже встраивают в свой ОМК. И, собственно говоря, можно даже так и писать, когда вы создаете, пишите отчетную документацию, вы пишете с использованием мобильного и электронного образования, такая-то тема, ну, предположим, там осень, или там праздники какие-то, или там символы России, с использованием или на основе контента мобильного и электронного образования. Методическое сопровождение для каждого занятия также очень проработано и продумано. Мы будем смотреть более подробно. Хрестоматийных материалов очень много по каждой теме. И здесь тоже вопрос очень интересный. Мы также ищем с вами, бывает, какую-то тему, какой-то текст. Здесь же все подобрано, и вы можете найти как стихотворение, так и различную литературу публицистическую для ребенка. Ну и, конечно же, интерактивные мультимедийные объекты, что очень нравится ребяткам. Простите. Конечно, также следует нам сказать о физическом развитии, поскольку каждое занятие предполагает физ-минутку. И физ-минутка тематически проработана. Далее. Социально-коммуникативное развитие. Ну, здесь речь идет о коммуникации, которая формируется в детском саду, да, и вообще основная цель педагога-дошкольника, да, то есть это развить коммуникацию, чтобы ребенок мог и умел общаться. И усвоение норм цен общества. Познавательное развитие. Здесь, конечно же, и формирование элементарных представлений, основы экологии, сенсорное развитие, проектно-познавательско-исследовательская деятельность. Художественно-эстетическое развитие, музыкальное воспитание и творчество. Развитие фонематического слуха, речевое развитие, на речевое развитие очень богатая база материала. Далее посмотрим более подробно. И вот если мы с вами говорим конкретно о готовности к школе детей, часто, чаще всего, и родители, у родителей существует запрос, и педагог, соответственно, выполняет запрос, подготовьте моего ребенка к школе. И это не просто запрос, это запрос, сформированный обществом, да, то есть он не просто так возник. Когда мы говорим о готовности ребенка к школе, мы чаще всего говорим об интеллектуальной готовности, начинаем рассказывать, что должно быть сформировано внимание, что мышление должно быть определенным развито образом и так далее, сравнение, обобщение, классификация. И перегружаем тем самым ребенка, в частности дошкольника, потому что мы с вами знаем, что и школьник, младший, и дошкольник, это примерно по психофизиологии один и тот же возраст, да, то есть о чем я говорю. Младший школьник, это на самом деле по психофизиологическим особенностям, это старший дошкольник. И здесь очень важно правильно организовать деятельность именно и подготовки к школе ребенка, и его игровую, и учебную деятельность на занятиях в детском саду. И как раз мобильное электронное образование идет в помощь, в методическую помощь педагогу. Посмотрим далее как. Мы с вами понимаем, что к 6-7 годам у ребенка уже появляется осознание мотива «я должен и я смогу». И я не знаю, в принципе, ни одного ребенка, который бы не хотел пойти в школу. Согласны со мной? Все дети, дошкольники, старшие дошкольники хотят в школу. Коллеги, если согласны, то как-то, пожалуйста, среагируйте, плюс поставьте. Спасибо. Они действительно очень хотят в школу, потому что они понимают, что они уже должны, они уже могут, они умеют уже, они собирают портфель, обворачивают тетрадки, готовятся к книжке, покупают и так далее. И вдруг в какой-то момент что-то происходит. Часто мы говорим, что это происходит в середине первого класса или в конце первого класса, или во втором. То есть ребенок, который бежал и хотел в школу, который уже был, у него начала формироваться рефлексия, который осознает свое «я», у которого развивается социальный интеллект, что-то с ним происходит. Подскажете, что происходит? Может быть, есть варианты? Происходит как раз то, что пропадает мотивация. То есть ребенок в определенный момент времени вдруг понимает, что он на самом деле не хочет уже в школу, не хочет учиться, ему неинтересно. Потому что когда мы с вами говорим о подготовке к школе, когда мы с вами говорим о том, что нужно идти в школу, заниматься, мы же говорим, вот, скоро пойдешь в школу, давай учись, давай будем дополнительно заниматься и так далее. Мы говорим только об интеллектуальной готовности. То есть нам важно, чтобы ребенок был успешен в обучении. Это не только нам важно. Это важно еще и родителям, которые, собственно, и формируют запрос этот. Как родитель говорит? Подготовьте его к школе уже, пора. И они так и говорят, собственно. И нам что нужно? Чтобы он был способен обобщать, сравнивать, то есть быть успешен. А что происходит на самом деле с его личностью, с его психическим развитием в этот момент? Как он устроен, как социально-личностная готовность у него существует или нет? Сформирована ли она? Позиция школьника правильная, социальная позиция. Осознает ли он себя школьником? Об этом мы не думаем. А как раз очень важно, очень нужно сформировать позицию школьника, чтобы ребенок не просто хотел просто прийти и разочароваться, а понять, что он школьник, что он будет заниматься. И здесь очень важно не отбить мотивацию к обучению и удовольствие от обучения. Поскольку мы с вами, когда в детском саду с детьми общаемся, это, конечно же, у нас игровая деятельность в большинстве своем, и она является ведущей. И когда ребенок попадает в школу, происходит разрыв шаблона. То есть у него происходит очень большой стресс, и он действительно находится в очень серьезной, травмирующей для него психофизиологической ситуации. Поскольку, еще раз повторяю, уже доказано, уже многие психологи и физиологи говорят о том, что лучше в школу 8 лет идти, потому что к 8 годам более-менее психические функции начинают досформировываться. То есть какие бы дети ни были развитые, цифровые, разные и быстрые, но высшие психические функции и психофизиологические особенности доформировываются намного позже. И также волевая готовность важна, то есть способность ставить цель, принимать решения, навыки саморегуляции, внутренний план действия, волевые усилия и так далее. И здесь также очень важно выбрать правильный контент, урок, создать ситуацию, ситуацию успеха ребенку очень важно создать. И как раз мобильное электронное образование полностью нацелено на создание ситуации успеха, потому что любое задание имеет несколько вариантов, особенно у дошкольников. То есть вы проходите какую-то игру, и если не получается у ребенка, то, естественно, он пишет, ну попробуй еще раз, у тебя получится все. А если ты сделал с первого раза, ты молодец, и ребенок получает удовольствие от факта сделанного. И, конечно же, позитивная мотивация у него сохраняется. И если мы сейчас посмотрим непосредственно на скрины, вот я показываю их на экране как раз. Вот, пожалуйста, при подготовке к школе есть определенные требования. Ребенок должен прийти в школу с сформированными компетенциями в следующих вопросах. Это, прежде всего, фавит, средства интенсионной выразительности текста, ряд стихов и потешек он должен знать, и загадок. И здесь очень большой контент, богатый контент мобильного натурального образования, очень много пословиц, поговорок, тематических стихов. Все озвучено в обязательном порядке. То есть ничего не нужно искать, уже все готово, можно посмотреть и использовать на практике. Очень богатая медиатека, а также тематическая. То есть, если, предположим, у вас тема символы России, то к символам России, конечно, то есть герб, флаг. И в медиатеке вы увидите ряд уже звуковых файлов, подобранных таких, как, предположим, гимн России, различные русские народные песни и тому подобное. Далее, один из показателей готовности к школьному обучению, к требованиям, это, конечно же, к речи, к речевому развитию ребенка. Это ясное произношение звуков, это умение ребенка говорить, меняя динамику, тихо, громко, меняя темп речи. Это, конечно же, использование в речи средств интенсационной выразительности, культура речи, а также умение вести диалог, умение объяснять своими словами смысл пословицы и стихотворения. И здесь слева вы видите, контент предполагает различные задания на составление предложений с различными словами и на задание на составление рассказа по картинке, например, что активно формирует словарь ребенка прежде всего и формирует темповую речь, диалоговую речь и так далее. Каждый абсолютно урок содержит несколько также разделов. Это советы воспитателю и деятельность воспитанников. Ну, вот тоже очень важные моменты, интересные. Мы с вами все понимаем прекрасно, что, помимо прочего, нам нужно писать отчетные документы. И когда мы с вами заполняем отчетные документы, здесь уже все прописано. То есть в советах воспитателя это методическая копилка воспитателя, что конкретно вы проводите на занятии. А в деятельность воспитанников тоже все прописано. Что он делает на занятии, как он выполняет, какие действия. То есть для вас это очень большая помощь и при подготовке отчетных документов. Также хрестоматия. Здесь у меня принтскрин выделен на экране. Это богатая база стихов и прозы. То есть часто бывают, да, задания задаются, нужно найти какой-то отрывок стихотворения и выучить его. Особенно это в старших группах детского сада. К утренникам нам часто это нужно, да, подготовить, что-то выучить с ребенком. Все выбираете в хрестоматии тему стихотворения и у вас все появляется. Очень удобно. В том числе это удобно и родителям, которые также могут выйти в личный кабинет, все увидеть и не нужно ничего искать им в интернете. Формирование математических представлений. Также ребенок должен уметь и знать цифры, знаки, смежные числа, простейшие фигуры, считать до 20, считать прямой обратный счет, решать арифметические действия. И здесь вы можете увидеть тоже один из примеров заданий. Это задание на математику, соответственно, даже это задание на экономику. Тут нужно посчитать расходы семьи, в игровой форме расставить вот такие вот монетки. Методическая страница педагога. Тоже каждый урок содержит методическую страницу педагога. Что в нее входит? У вас существует тема. Я в оболочке покажу вам более, увидите, как бы понятно будет. Здесь просто в слайде не совсем видно. Но у вас существует какая-то тема, и в каждой теме представлены цели, задачи урока. Также для вас все расписано очень подробно. Соответственно, опять же, готовя открытый урок или какой-то отчет, вы сможете это все взять и просто переписать. Требования, конечно, к уровню грамматических навыков. Также нужны при подготовке к школе и требования к уровню развития мышления и воображения. Прежде всего, это развитие мелкой моторики, это умение создавать и расслаблять напряжение в руке, мышцах руки и кисти, умение правильно держать ручку и карандаши на сегодняшний день. Очень сложно детки обладевают таким навыком умения выполнять классификацию, умение давать определение понятия через рот и видовое различие, умение строить умозаключения. И здесь очень интересен инструментарий, используя который, вы можете записать речь ребенка, прослушать, то есть прослушать звуковой файл, дать ребенку прослушать, самостоятельно прослушать. И это очень важно также в работе педагога-логопеда. И для родителей важный момент, когда он может также послушать, как ребенок его разговаривает, какой речью он владеет. То есть это навыки активного говорения и формирования словаря. Также вы сможете, у меня спрашивают, бывает, а как же вы тут все электронно, печатаете и не пишете совсем. Нет, это не так. То есть ребенок может писать и рисовать, и прикреплять файл и отправлять учителю, педагогу. То есть не просто нарисовать и принести, а еще использовать цифровую среду, отправить, и учитель сможет, педагог это быстренько посмотреть и сохранить. Также и родитель сможет получить доступ к этому контенту и скачать работу ребенка. У нас существует ассоциация школ мобильного и электронного образования. Это группа на Фейсбуке, в которую мы выкладываем большое количество методических рекомендаций, различных методических сюжетов. В том числе сейчас вот на свайде представлено, были выложены работы на Всероссийский конкурс лидер цифрового образования. И здесь были представлены как раз работы практически воспитателей детских садов. Это детские сады города Братска. И это детский сад Челябинской области, город МИАС. Здесь показаны непосредственно практики. Вы сможете зайти, посмотреть, как формируется урок, как формируются занятия с использованием технологий мобильного и электронного образования. Также наш отдел в феврале и далее планирует привлекать как раз людей, которые непосредственно проводят занятия. То есть не только нас, методистов, но и людей, которые занимаются с детьми. Это, возможно, будут разработанные уроки, возможно, это будут записи видеоуроков с детьми. Поэтому мы призываем всех следить за нашими вебинарами, за анонсами и приходить к нам на вебинары, поскольку это будет очень интересно. Сайт представлен на экране. Это метод.моб.еду.ру. Сейчас там находятся вебинары наши, то есть анонсы вебинаров. Вы также можете через сайт регистрироваться. И сейчас я буду переходить к показу системы. Поэтому, пожалуйста, я сейчас отключу презентацию и перейду к показу рабочего стола. В чате попрошу вас написать, видно ли вам рабочий стол. Сейчас подключаемся. И когда я запущу рабочий стол, я не буду видеть уже чат. Так, пожалуйста, напишите, видна ли вам трансляция рабочего стола. Видна. Итак, мы переходим непосредственно в систему. Система мобильного и электронного образования представляет собой... Слева находится у нас инструментарий, в который входят конференции, подразделы личные сообщения, органайзеры, электронный журнал, матрица назначения заданий. Справа, в середине, вернее, мы видим библиотеку курса. И нас сейчас интересует как раз дошкольное образование. И поскольку я... Скоро у нас праздник, 23 февраля, я покажу вам на примере занятия 23 февраля, День защитника Отечества. Тема 23 мы выбираем и смотрим, что же у нас представлено в этой теме. Ну, прежде всего, как я и говорила, методическая страница педагога. И здесь мы видим полностью все описание занятия, целевые ориентиры, педагогические задачи, работа с родителями. Справа мы по занятию всегда видим глоссарий. То есть здесь как раз указаны активность, активный наш словарь указан, который используется на занятии. Также справа мы видим хрестоматию, тоже о чем я говорила. Здесь мы сможем посмотреть стихи и прозу. Пожалуйста, согласно нашей тематике. Мы можем выбрать Твардовского, мы можем выбрать прозу, например. Пожалуйста, былины и так далее. То есть все представлено в онлайн-режиме. Теперь мы выбираем тему, ну, допустим, российская армия. И здесь мы видим различные задания. Все задания озвучиваются. Я сейчас не смогу вам поставить файл, потому что это будет слышно только в моих наушниках. Но вы можете систему посмотреть и услышать все задания. То есть интерактивные задания различные. Например, сайт НСИ военного с военной техникой, которую он управляет. Понятно, что я сейчас сделаю ошибку. И когда я сделаю ошибку или не выполню задание, мне напишут, попробую еще раз. Когда же я выполню задание, обновив систему, мне напишут, что я молодец. Далее мы можем посмотреть еще... А, это мы сейчас открывали с вами. Так, мы можем также посмотреть дополнительную информацию по любому уроку. Пожалуйста, дополнительная информация. Это для детей высокомотивированных. Для дополнительных заданий деткам или на дом вы можете задать проект, как раз вы отсюда выбирая. То есть вот, пожалуйста. И, допустим, мы сможем с вами еще посмотреть советы воспитателя, как я и показывала обязательно. Вот они, методические советы. Что нужно сделать с занятию, как можно поощрить самостоятельную работу, как добиться от ребят самостоятельного составления и полных предложений. К обязательном порядке будет показана деятельность воспитанников, то есть, что ребенок, как он ведет себя на занятии. И физкульт-минутка. И, конечно, физкульт-минутка проработана также тематически. То есть, если у нас тема 23 февраля, то все физкульт-минутки у нас будут связаны с военными, техникой и тому подобное. И так вот по всем темам. Далее я хочу вам также показать, выбрать раздел. Минуточку. Следующий праздник у нас 8 марта. И, пожалуйста, мы видим, для любимой мамочки составляем рассказ. Опять же, что здесь мы тренируем? Конечно же, активный словарь. Конечно же, смысловое восприятие правильное. То есть, здесь по картинке ребенок составляет рассказ, объясняет, что на ней изображено. И он может также использовать в помощь картинке помощницы. Вот так вот интерактивно мы все видим. Кто нарисован на картинке. Действия. Очень много заданий на соответствие. Очень много, опять же, дополнительных заданий. Это интересно. Это мы с вами открыли. Минутку. Христоматия, пожалуйста, также присутствует. Здесь стихотворение Синявского сюрприз. Опять же, христоматийные стихи мы можем с вами использовать для подготовки праздника, так положим, что очень актуально. Ну и, конечно, физкульт-минутка обязательно. Куда же мы без нее? И так, опять же, каждый урок методический, тематический, содержательно проработан. Существует дополнительная информация справа, например, загадки. Очень ребята любят разгадывать загадки. И сразу же можно получить ответ. То есть, загадка и к ней ответ. Еще хочу отметить, конечно же, все эти технологии мы используем в рамках смешанного обучения, потому что мы с вами соблюдаем СанПин. И, опять же, 15 минут мы работаем с системой, мы работаем с проектором, мы играем при этом с детьми. То есть, все это происходит в игровой форме. Меняем деятельность у нас в физкульт-минутке и можем продолжать работать. Кроме библиотеки курсов, также содержится раздел электронный журнал. И здесь просто я вам покажу матрицу назначения заданий для недошкольников, конечно, а просто покажу пример. То есть, вот, пожалуйста, математика, допустим, второй класс, выбираем тему, принцип один и тот же. У вас здесь появляются ваши воспитанники и задания, которые они выполняют. И вы можете назначить задания. Вы можете назначить как домашнее задание и перейти непосредственно к заданию, посмотреть, что выполнено, что нет. Изменить задание. Это инструмент направлен на формирование индивидуальной образовательной траектории ребенка. То есть, учитель формирует индивидуальную образовательную траекторию своего ребенка. Учитель, воспитатель. Здесь вы вольны в выборе заданий, назначений. Это ваше творчество, прежде всего. Ну, и также инструментарий, электронный журнал. Это здесь содержится. И личные сообщения. Очень удобный блок, поскольку здесь вы можете создавать рассылки для своих родителей и для своих детей. Организовывать различные мероприятия, праздники, тематические встречи. Очень удобный раздел. Ну, органайзер здесь, понятно, это календарь. Здесь также вы можете отмечать различные события. Итак, коллеги, прекращаю трансляцию. Так, вопросы, если появились. Так, по математике. Черный экран, как давно у вас появился, я, наверное, выключила уже трансляцию, поэтому он появился. Занятия по математике также в каждом блоке присутствуют на математические представления, на формирование математических представлений. Еще вопросы. Доступы, доступы вы получаете, если школа подключена у вас уже, простите, учреждение образовательное ваше подключено, детский сад или школа, то у вас есть доступы, и вы можете получить полностью доступ к контенту и ко всем вариантам. Так, еще какие вопросы есть? Вебинар для родителей, мы думаем, да, об этом. У нас также есть отдел методического продвижения, и там тоже существуют различные вебинары. Да, я хотела бы сказать, YouTube-канал, мобильное и электронное образование существует, и на нем выкладываются, на него выкладываются все записи всех вебинаров, которые существуют у нас в настоящий момент. То есть, на канале мобильное и электронное образование на YouTube выложены записи отдела методического сопровождения нашего отдела и методического продвижения. Во время выполнения заданий детьми не полностью видно задание. Значит, смотрите, это зависит от технических характеристик, не от системы. То есть, возможно, у вас неправильно настроено разрешение проектора, и вы не можете полностью транслировать на экран, если вы на проекторе работаете. Если вы работаете на компьютере, тоже, возможно, какие-то проблемы с разрешением, поэтому вы не все видите. Так, смарт-доска, значит, настройки нужно донастроить вам смарт-доску. Да. Так, где скачать презентацию? Презентации все в открытом доступе, вы справа их можете скачать. Презентации. Запись вебинара также будет выложена, и вы сможете посмотреть то, что вы не увидели сейчас, если вдруг у вас не включилась запись, когда я транслировала рабочий стол. Еще вопросы? Так, коллеги, далее у нас те самые пять минут, которые я говорила. Передаю слово учебному центру. Пожалуйста, не отключайтесь. Добрый день, уважаемые коллеги. Я рад всех вас приветствовать от лица компании мобильное и электронное образование, а также от лица учебного центра организации мобильное и электронное образование. Подскажите, пожалуйста, видно ли меня, видно ли презентацию, хорошо ли меня слышно. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если у вас меня хорошо видно и слышно. Благодарю, коллеги. Итак, я займу пять минут вашего времени. Хотел бы немножечко рассказать о том, что такое учебный центр компании мобильное и электронное образование. В первую очередь хочу отметить, что компания мобильное и электронное образование имеет своей целью продвижение цифрового образования, цифровой образовательной среды, электронного обучения во всех формах. Поэтому мы учебным центром компании мобильного и электронного образования предлагаем вам соответствующие курсы повышения квалификации, которые помогут вам реализовывать ваши образовательные программы в цифровой образовательной среде современной школы. Мы хотели бы отметить, что в первую очередь наша программа повышения цифровой грамотности педагога была отмечена в 2019 году знаком качества. Оно цифровая экономика, что означает, что мы в рамках университета 2035 очень качественно и эффективно подготавливаем кадры для цифровой экономики, а также мы подали заявку в 2019 году на включение нас в реестр Национальной Ассоциации Организации Дополнительного Образования, где наряду с прочими коллегами из различных регионов вошли в такой реестр. Этот реестр есть на сайте соответствующей ассоциации, его можно посмотреть. Коллеги, что бы хотелось отметить, мы даем широкую линейку курсов как по предметным областям, также подготовки к ЕГЭ, к ОГЭ, то есть подготовки к ЕГЭ в виде ЕГЭ и ОГЭ, и также в различных других областях специализированных, таких как повышение мотивации учащихся к учению, а также повышение результатов образовательной деятельности в регионах либо в областях со стабильно низкими результатами такой деятельности. Наши программы имеют различный объем от 18 до 72 часов, и как мы с вами знаем, в рамках концепции учителя будущего национального проекта образования сейчас вводится триада различных центров, центр аттестации, центр аккредитации и центр непрерывного повышения профессионального мастерства, и в рамках аттестации в таких центрах наше удостоверение неустановленного образца, который мы выдаем, будут очень востребованы, и такие центры, мы связываемся с такими центрами, видят наше удостоверение, и достаточно высокий вес данным удостоверением придают. на слайде вы можете видеть различные объемы программ, различная стоимость такого обучения, у нас абсолютно индивидуальный подход каждой образовательной организации, то есть, когда образовательная организация подает заявку на какое-то количество педагогов, мы обязательно входим в положение такой образовательной организации, возможно, предоставляем соответствующие скидки в зависимости от ваших направлений, кроме этого, если вы участвуете в каких-либо региональных программах, либо если ваша организация участвует в каких-либо реализации каких-либо грантов, мы можем разработать программу непосредственно под вашу заявку и провести обучение вас, уважаемые коллеги, а также ваших коллег из вашей образовательной организации по программе, которая в вашем случае будет наиболее востребована. Также мы вводим, у нас задача вводить цифру, мы обучаем по цифровой образовательной среде в различных предметных областях, как вы можете видеть на слайде. Кроме этого, мы даем курсы для менеджмента, мы даем курсы для центров неправильного повышения профессионального мастерства, и поэтому мы будем рады видеть вас в числе наших слушателей. Вы сможете скачать данную презентацию, она в свободном доступе, на слайде отражены мои личные контактные данные, вы можете в любое удобное для вас время либо писать, либо набирать меня на мобильный телефон, любые вопросы, которые у вас появятся, мы с вами сможем решить. Вы можете написать вопросы сейчас в чат, я их увижу, мы их отработаем, либо по телефону, либо мобильной почте задать интересующие вас вопросы. Коллеги, я благодарю вам за внимание, всего вам хорошего, до свидания. Коллеги, спасибо за внимание еще раз, всем хорошего вечера, я надеюсь, что вебинар был полезен, и мы ответили на все ваши вопросы, приглашаем вас на наши вебинары в дальнейшем, и хороших вам, хорошего, приятного вечера. Спасибо.